Этот период непростой прожит, и, конечно, мы изменились за этот период, потому что человек меняется, человек не может стоять на месте, застыть в каком-то положении, что-то приобретается, что-то теряется, что-то действительно открывается, но это внутреннее движение души, оно не останавливается. Поэтому, конечно же, для нас важно смотреть вперед и анализировать, думать о тех уроках, которые Господь открыл нам, которые Господь задал нам, потому что христианин все время находится в раздвоении по апостолу, что есть ветхий человек, есть новый человек, есть реальная жизнь, в которой человек живет, и есть та жизнь, в которой человек стремится, желание человека, его какие-то планы, они, конечно же, есть у каждого, но чем дальше ты живешь, тем больше ты видишь, что ты можешь предполагать, а Господь все-таки располагает. Чем дальше ты живешь, тем дольше ты живешь, тем ты видишь, насколько ты парализован грехом, насколько ты зависишь только от Бога. И поэтому, конечно же, наверное, вот эта пена внутренняя самонадеянности, самодостаточности, она должна уходить из нашей жизни, уходить, да. Потому что это неправда. Мы можем себя обманывать, но есть реальность, в которой мы находимся, и в нас живет грех. Мы видим, вот в связи с тем, что происходило, и еще, наверное, происходит, вот с этой болезнью. Мы видим, насколько мы маловерны. Мы увидели, по крайней мере, я говорю о себе, о некоторых сестрах, может быть, кто-то. Насколько мы слабы, насколько мы непостоянны. И поэтому вспоминаем слова. «Ощенье Господь созиждет дом в суе, трудиши созиждущие». Но, тем не менее, нам трудиться с вами надо. И продолжаем мы трудиться, понимая, что сами мы ничего хорошего не построим. Продолжаем мы трудиться. И просим у Бога сил, чтобы тот отрезок времени, который нам дан для жизни на этой земле, чтобы он, этот отрезок жизни, был прожит. Чтобы донести немощи друг друга и претерпеть до конца все те испытания, все те препятствия, все те, понимаете, искушения, которые, конечно же, будут еще на нашем жизненном пути. Поэтому, конечно же, многое кажется чем-то таким страшным, да? Многое кажется непонятным. Но когда мы разбираемся, когда мы начинаем думать, постепенно все становится на свои места. И мы вот убеждаемся, вот у нас... Я не могу сказать к сожалению, но у нас болели сестры. И мне было важно услышать, что каждый говорил, я имею в виду те, кто серьезно болели, кто были в реанимации, что это им было необходимо для духовного развития. Понимаете? Это очень важно. Потому что так можно сказать, ой, а вдруг что-нибудь не повезет, а вдруг я что-то, понимаете, заболею. Ведь мир вообще наполнен разной заразой. Вы поймите, что мир – это в воздухе у нас только всего. Потому что мир во зле лежит. И мы, конечно же, если мы не освещаем вокруг себя воздух, если в нашей душе нету мира, если у нас нету любви, если мы не имеем связи с Богом, то мы обречены. И это страшно, когда человек живет и ждет, что а вдруг что-то с ним случится, понимаете? А вдруг ничего вдруг не бывает, а все бывает по промыслу Божьему. Как апостол говорит, и волос не упадет без воли Божьей. Поэтому вот найти вот эту вот опору в Боге и верить веру, что у меня есть час и даже минута, когда я уйду отсюда. Раньше я не уйду, и позже я тоже не уйду. Понимаете? Вот вопрос в нашей вере, в доверии к Богу. Верю я, что моя жизнь в руках Божьих, или я верю, что моя жизнь в руках какого-то случая, да? Чего-то вдруг, вот что-то не повезло. Иногда действительно смотришь, вот человек жил, жил, и потом вдруг какая-то случайность, какая-то ерунда, и человека нету. Но это нам так кажется. Потому что если смотреть глубже, то мы увидим, что Господь забирает человека тогда, когда больше он ничего хорошего на этой земле уже не сделает. Когда уже больше он не подготовится к вечности. Понимаете? На этом стоит понимание жизни верующего человека. По-другому я не вижу. Иначе это все, что мы говорим о Боге, это все просто сказки. Но так как в нас живет грех, мы склонны сомневаться, мы склонны колебаться, мы склонны, понимаете, паниковать и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, конечно бы, вот скажи сейчас, понимаете, а если бы можно было бы изменить ситуацию, да, и подойти вот к великому посту, и сказать, что вот не будет этого всего. Все будет как по-прежнему. Понимаете? И все-таки, вот я думаю, что мы бы сказали, нет, Господи, то, что было, это нужно для нашего спасения. Нам как-то нужно взрослеть, нам как-то нужно становиться новыми людьми. И, наверное, вот эти какие-то моменты, когда человек проживает и свою телесную немощь, и свою душевную немощь, и проживает помощь Божию, которая приходит к человеку. и осознание вообще реальности, вот своего положения, своего места в этой жизни. Все это, понимаете, конечно же, очень нужно для всех нас. если мы думаем о вечности, если мы думаем о том, что мы должны победить смерть. Ведь наша задача – бороться не с чем-то, а именно со смертью, с грехом, с этим миром, который хочет нас всех закопать, с дьяволом, который хочет нас всех увезти от Бога. И эта борьба идет непрестанно, ежедневно. Поэтому, конечно же, прожитые вот эти все моменты, конечно же, не могут нас оставлять в каком-то равнодушии, в каком-то безучастности, да. Наверное, будет еще время, чтобы все поставилось на свои места, но жизнь продолжается. И те испытания, которые еще будут впереди, они, конечно, будут гораздо труднее, чем сейчас, что есть. То есть, что бы ни было, какие бы ни были сейчас моменты жизненные, да, и дальше, и дальше, там мы можем сказать, что вот, там нас там обрезали, нас закрыли, людям работать надо. Это все мелочи, понимаете. Испытание в том, чтобы мы не отказались от Бога. Испытание в том, чтобы у нас не поколебалась наша вера. чтобы Христос навсегда остался в нашем сердце, в нашем уме и в будущем, и в этой жизни. А то, что нам нужно менять с вами, то, что нужно, понимаете, сегодня исправлять, наверное, если мы это увидели, это очень дорого стоит. Понимаете. Потому что самое страшное, когда человек уже ничего не видит, ему все равно. Такое состояние бывает. Такие состояния, они приходят к человеку, понимаете. Но когда они приходят? Когда человек теряет связь с Богом. Когда человек кажется, что он уже больше не может, что уже сил больше у него нету, и он уже опускает руки и говорит, все, мне конец. Но это неправильно. И Господь, зная нашей слабости, Он нас поднимает. Иногда мы не хотим подниматься. Понимаете? Иногда мы хотим быть какими-то несчастными, бедными, чтобы нас все жалели, чтобы нас, понимаете, нам говорили, ой, какие они, да, как им тяжело, да ничего не тяжело. Никому ничего не тяжело. Тяжело Христу было нести грехи всего мира на Голгофе, на себе, и умирать безвинному, безгрешному со всех нас. Вот это ему было тяжело. А мы страдаем за свои грехи, а мы мучаем сами себя своими грехами, и своих ближних в том числе. Поэтому наша жизнь продолжается. И никто нас не защитит, кроме Христа. Не надейтесь на князя Сына Человеческий, в них же не есть спасение. Поэтому, действительно, мы должны все ближе и ближе идти ко Христу, впускать Его в свою жизнь, в свои планы и доверять Ему, что бы ни случилось с нами в нашей сегодняшней или завтрашней жизни. и верить, что Бог пришел спасти меня от вечной смерти. И Он знает, какие лекарства, какие нужно мне давать или горькие, или сладенькие пилюльки, или что, но мы должны Ему доверять. Понимаете? Что сегодня происходит в мире? Страшное дело. Понимаете? Средства информации, все работает на то, чтобы человека запугать, чтобы человека выбить почву. Вот как бы я просто сегодня милостью Божию и любовью одной сестры побывал на могиле своих дедушки и бабушки. Это был для меня такой ком. Я думал, уже этого не случится, потому что кладбище не близко, и время, и ты себя сожалеешь. Но вот я сегодня побывал там, понимаете, слава Богу, мне поэтому такая гораска свалилась с плеч, и я, понимаете, посмотрел на страшную вещь. Мы там убирали могилки, потом мы панихиду пели, и вдруг приподъезжают какие-то машины. Да я не понял даже, что это такое. Понимаете, тишина такая гробовая, люди в масках выносят закрытый гроб, понимаете, и жуткое какое-то впечатление, понимаете. Это страшно. Это очень страшно. До чего? Наверняка, что там все это в мешке, все. Для чего люди могут дойти? Понимаете? Человеку можно вообще, понимаете, ну это страшная вещь. Вот мне просто стало жутко вообще, понимаете, вот от этого тишины какой-то, понимаете. Еще недавно это не мыслилось. Еще не мыслилось это. Слава Богу, у нас вот за этот период отошла сестра, монахиня, она жила на подворье, она уже болела очень давно. ее отдали тоже, знаете, так. Наши сестры, понимаете, без всяких перчаток взяли, переоблачили, сказали, что нет, нет, ни в коем случае, но никто не заболел, понимаете. Все ее, все стояли у гроба, все попрощались, понимаете. Но это какое-то, какое-то непонятное действие. Непонятное, но поживем, увидим, что дальше. Конечно, за этим всем стоит и политика, и экономика, и, да, и разные вещи, но, видите, так в одно мгновение мир может, всех можно разобщить, всех можно посадить на самоизоляцию, всех можно, понимаете, это, это, конечно, такие вещи, страшные, потому что церковь говорит о соборности, собор, люди собираются, чтобы Христос был посреди них, понимаете. Люди собираются, и если ты умрешь, но умрешь в храме, так это ж милость Божия, ты ж все равно умрешь. Если ты заболеешь, ты должен пострадать, значит, надо, надо, надо нести этот крест, знаете, должна быть доверие, конечно, а когда люди разобщают, когда людей разделяют, то, конечно, это уже плохое действие. храме, опять же, это все нужно пережить, слава Богу, есть много здравых людей, которые говорят об этом, которые анализируют, думают, что произошло, мы живем дальше. Наше дело, понимаете, жить и бороться с грехом. Наше дело жить и бороться за своего ближнего. Сестра мой, брат мой, жизнь моя, поэтому мы должны учиться служить Богу и ближним, мы должны правильно понимать, что происходит внутри нас, вокруг нас, и все не запутывать, не уходить куда-то в какие-то философии, а все, понимаете, наоборот, упрощать, где просто там ангелов доста, да, и, конечно же, если есть конечная цель, если есть путь, который Господь говорит, я есть путь, и мы идем за Христом, то мы идем за Ним, какие бы преграды, какие бы испытания не происходили с нами. Да. Эта Пасха была удивительная. Вот я говорил уже, что 42 раза я сознательно встречал Пасху в храме верующим человеком, ну так, надеюсь, что верующим. Конечно, не очень, но надеюсь. И вот это такого не было никогда, и вот это отмечали все люди, да, все люди, потому что особое, что-то было особое, мирской хор, конечно, они уже были на карантине, все пели наши монашествующие сестры, как будто это вернулось в старое время, и как это оно все, понимаете, было удивительно, да. Конечно, за такую Пасху нужно было и пострадать, но Господь милостив к нам, и не по делам нашим, не по беззакониям нашим, а по своей милости Он поступает с нами, поэтому мы смотрим дальше, завтра мы уже служим вечером всеночное Вознесение, четверг Вознесения, потом десять дней и Троица, все это жизнь, наверное, многие люди оценили то, что мы имеем по-настоящему в храме, да, вот это богослужение, возможность принимать кровь и тело Христа, возможность исповедоваться, возможность действительно соборной молитвы, и уже душа, которая познала яко благ Господь, уже без этого жить не может. Я думаю, что вот это вот, наверное, тоже должна быть переоценка того, что мы имеем, и, наверное, должна быть благодарность Богу, понимаете, благодарность Богу за то, что есть. И несмотря на то, что, видимо, людей в храме стало поменьше, это видимо, да, но, наверное, от этого мы не пострадали, потому что не количество, понимаете, может, конечно, когда будут там раздавать что-то, водичку, понимаете, освещать что-то, да, но в этом году это все было немножко, опять же, тоже все по-другому было, опять же, гораздо меньше, будет много людей, да, но прийти, одно дело, набрать водички, это хорошо, прекрасно, да, прийти, записочку подать, это тоже прекрасно, свечку поставить, чтобы повезло, понимаете, тоже очень, чтобы было в жизни все хорошо, это прекрасно, но все-таки мы говорим о том, что церковь это, это наша жизнь, новая жизнь, мы рождаемся для этой новой жизни, мы здесь живем, мы здесь, воспитывает она нас, потому что все то, что происходит, богослужения, все праздники двунадесятые, праздники святых, все это мы должны впитать в себя, все это должно войти в нас, понимаете, чтобы мы, когда будем уходить из этого мира, мы уходили не в бездну, не в куда-то, понимаете, в неизвестность, а мы уходили домой, потому что, по большому счету, здесь у нас дома нету, мы бездомные, мы потеряли дом тогда наш, когда мы, наши прадцы, совершили грех, грехопадение, это действительно тот момент, когда человек оказался, потерял связь с Богом, и он оказался, понимаете, без любви, без покрова Божьего, да, и он сам стал строить свою жизнь и настроил, понимаете, и поэтому, вот когда человек живет, понимаете, какой-то греховной жизнью, не понимает, зачем, что, разрушая свою душу, разрушая свое тело, отравляя себя, и вдруг он приходит в храм, да, и вдруг он видит, что есть другая жизнь, есть другой путь, и он начинает идти по этому пути, может быть, шаги его неуверенные, робкие, может, он падает, он сомневается, но есть уже, понимаете, есть уже другая, другая, другая цель, уже есть смысл, появляется смысл, человек обретает этот смысл, человек начинает новую жизнь, и если мы не отступим, то я думаю, что Бог, то, что нам не достает, а нам много чего не достает, Он все это восполнит, да, потому что Господь пришел не судить нас на эту землю, а спасать, и Он нас всем открыл дорогу в Царство Небесное, сегодня мы не можем сказать, что мы не знаем, мы ничего не понимаем, мы такие слабенькие, мы такие, понимаете, да нет, это все ерунда, мы все знаем уже, мы все понимаем, и не надо сегодня нам как-то себя оправдывать, другое дело, что мы не ценим, мы не бережем, мы не живем так, как нужно жить христианину, а как же жили христиане, представляете, когда были гонения, когда людям не разрешали ходить в храмы под страхом смерти, люди шли на эти ночные литургии, они молились, да, их находили, их убивали, и они становились мучениками, да, на крови мучеников созидалась святая наша церковь, да, а по-другому и быть не может, потому что Христос в этом мире распят за наши грехи. Поэтому, конечно, и сегодня мы понимаем, как необходимо нам быть рядом друг с другом, быть вместе, как необходимо нам быть связанными узами любви, а эти узы – это Христос, Его кровь и тело, Его любовь к каждому из нас, понимаете, и это делает нас с вами непобедимыми для этого мира, для греха. Поэтому, конечно же, много чего, да, можно говорить, о чем можно, много о чем рассуждать и думать, но мы все должны все сводить ко Христу. Христос – моя сила, Бог и Господь. И, конечно же, у каждого из нас своя задача сегодня, да, у каждого из нас есть свои какие-то планы, а может, их и нет, вот действительно, чем дальше живешь, тем ты понимаешь, что твои предположения, они могут быть такими, а воли Божьей на это нету, и ты надо, и нужно смириться, что в этом воли Божьей нет. Но, тем не менее, каждый из нас имеет свободу выбора, и этот выбор нам нужно делать ежедневно, сказать или промолчать, оттолкнуть человека или принять его, обидеться или простить. Понимаете, все время идет вот этот выбор, все время идет вот такая вот внутренняя работа, и человек должен правильно понимать, он должен уже иметь вкус к святости, к Духу Божьему. Понимаете, вот мы же чувствуем уже, что вот ты сказал лишнее слово, да, раздражился, и пустота внутри, да, и такое, понимаете, внутри уже ты уже не чувствуешь, что Бог с тобою. Ты остался без Бога, в одиночестве, в своем «я», в своей обиде, в своем мнении, и это, конечно же, беда. Но у нас есть лечебница и лечебница во здравие души и тела мы принимаем, святые тайны. Мы приходим на исповедь, чтобы не только очистить наше сердце, нашу душу, но и действительно нам нужна помощь и для нашей плоти, потому что она изнемогает, плоти кровь в Царстве Божьем не наследует, а, конечно же, когда такая планка высокая, понимаете, высокая планка, когда мы понимаем, что нам нужно жить, жить нужно уже в вечности, а мы все-таки привязаны к земле, мы, конечно же, в какие-то минуты, да, вот, когда мы со Христом, когда Бог все-таки попадает в наше сердце, когда Бог все-таки находит место в нашем сердце, потому что оно захламлено, там много мусора, понимаете, чтобы что-то посадить, нужно вырвать сорняки, нужно прополоть, нужно удобрить землю, а там все, понимаете, такое внутри сухое, понимаете, черствое, как же может там что-то вырасти, может быть, понимаете, как же там может что-то, какие-то плоды быть, да может, понимаете, как говорил преподобный Серафим Саровский одному архимандриту, Антонию, да, сей даже на камне, а вдруг прорастет, и вот мы должны сеять, понимаете, это открывать свое сердце, и я думаю, что те усилия, которые мы делаем, хотя, может быть, мы сегодня не видим результатов, но они обязательно принесут свои плоды, обязательно, понимаете, если вот говорят или мать, или жена, или близкие, что вот я молюсь, молюсь, и ничего не происходит, ничего не меняется, неправда, только веруй, меняешься ты, и часто боль, скорбь за своего ближнего приводит человека по-настоящему в храм, дает человеку возможность, понимаете, преодолеть свой эгоизм, преодолеть свою самодостаточность и открыть себя Богу, поэтому, конечно же, к сожалению, скорбь и болезнь обретух, и имя Господне призвах. Да, широкой дороги, по ковровой дорожке мы в Царстве Божьем не дойдем. Узок путь, ведущий в Царство Небесное. Поэтому нам нужно терпеть и себя, и свои немощи, потому что можно отчаяться, а, как говорят святые люди, даже в аду нам отчаиваться нельзя. Надежда должна оставаться всегда. Даже когда мы не понимаем, как зацепиться за эту надежду, она все равно должна оставаться, Бог знает, понимаете. Вот когда человек может погибнуть, да, когда он теряет надежду, когда он, понимаете, уже не хочет и не верит, что Бог его может спасти. А пока у нас есть надежда, ничего страшного, встанем, отряхнемся, умоемся, очистимся, осветимся и пойдем дальше, понимаете, до конца, только до конца. поэтому, конечно же, конечно же, мы смотрим внимательно и очень важно быть внимательными, терпеливыми, не переводить нашу жизнь из душевной, из чувственной плоскости, да, уже в какую-то духовную, да, не доверять своему какому-то настроению, не доверять своим каким-то чувствам, которые бывают очень противоречивые и очень переменчивые, а все-таки знать, что да, Господь нам дал благословение, и мы трудимся и духовно, и телесно, несмотря на то, что нам кажется, что нам что-то хочется, что нам что-то кажется, что нам что-то не хватает, но все, что нужно, мы уже с вами, дорогие мои, получили от Бога, если мы верим в Него. вот мое тело и вот моя кровь, примите и идите, понимаете, твоя от твоих, тебе приносящая за всех и за вся, понимаете, это удивительная любовь, такая простая, такая доступная, и в то же время, понимаете, как человеку трудно идти и принимать эту любовь, потому что он горд, потому что ему кажется, что он, может быть, чего-то достоин другого, лучшего, почему мы должны все одинаково быть, да, а вот действительно иногда последнее становится первыми, да, смиренный человек, да, получает благодать, а гордым Бог противится, видите, да, все, все меняется, вот я говорил, что вначале, когда мы строили этот храм, да, так было и задумано, вот такой зал, но тут было чего, тут только не было, и воскресная школа, и мозаичники, и мозаичная мастерская, все, но все равно, вот человек думает, да, вот предполагает, и я думаю, для меня это очень удивительно, понимаете, что, что вот то, что мы хотели, то, что мы просили, вначале думали, Господь все это слышал, и вот прошло немало лет, и все, опять все стало на свои места, и вот сейчас мы с вами в новом месте, да, ну здесь так, знаете, потише, и я думаю, что это место, мы здесь и монашеские собрания приводим, производим, потому что мы все воскресные в школе, там свои есть какие-то моменты, да, а здесь уже будет сугубо, вообще так слышно, что я говорю, да, ну и все, отлично, потому что можно было бы, конечно, микрофон, но я думаю, может и не надо, может здесь все слышно, да, поэтому, слава Богу, что видите, да, я думаю, что и важно, что будет восстанавливаться все-таки, понимаете, мне что очень, в нашем монастыре много людей трудится, и поэтому, даже сегодня я обращался там, в интернете там это будет, просил, чтобы люди вот, ну там, с разных регионов, там, чтобы поддержали наши мастерские, ну, то есть, если что-то им нужно, то пускай покупают, потому что у нас все-таки наработано уже почти 20 лет, понимаете, какие-то мастерские, да, все, и сейчас в одночасье все это закрыть, понимаете, это будет неправильно, потерять весь этот опыт, да, это будет неправильно, людей надо поддержать, я вот завтра буду говорить, что мы все-таки будем по-другому смотреть, и как-то всячески сделать так, чтобы мастерские не умолялись, и не, что все-таки мы люди, которые, которым нужно трудиться Богом, потому что некоторым это все равно, где трудиться, понимаете, здесь или там, которые действительно пришли сюда сознательно, чтобы они остались, и несли свое послушание, ну, для этого нужно нам и думать, и правильно планировать, да, я очень рад, что у нас все-таки, несмотря на все эти трудности, продолжается строительство нашего ковчега, который, это действительно какое-то, да, чудо Божие, он строится, несмотря ни на что, понимаете, строители дают какие-то возможности в долг строить, это очень хорошо, и я думаю, что это необходимо, да, поэтому жизнь наша с вами продолжается, да, много-много-много каких-то, да, мыслей, все это должно осесть, все это должно занять свои места, но опять же, будем, будем понимать, что без нашего труда, понимаете, тоже мы ничего не изменим, Бог может изменить все, но Он хочет, чтобы мы соучаствовали в нашем спасении, чтобы мы были не статистами, чтобы мы были не потребителями, а чтобы мы приобщались вот к этой любви, чтобы это было сознательно, осознанно, и тогда, конечно же, конечно же, все будет цениться по-другому, когда что-то заработано трудом, потом, да, это ценится копеечка, но когда это все-таки, человек вот нашел кошелек, понимаете, там столько денег, он не знает, что с этими деньгами делать, понимаете, и обычно все это тратится на ерунду, если такое бывает чудо в жизни, поэтому лучше трудовая, вот такая вот, духовно-трудовая копеечка, и это наше соучастие в нашем спасении, чем то, что мы хотим вот все получить, понимаете, на блюдечке с каемочкой, что все это придет, оно, нельзя быть потребителем, и нам нужно, конечно же, конечно же, думать и смотреть, смотреть вперед, смотреть с верою и надеждой на то, чтобы Бог нас никогда, ни при каких обстоятельствах не оставит, да, всяк человек ложь, не надейтесь на князя, на сыне человеческие, и действительно, наверное, в нашей жизни с нашими близкими, может быть, с дальними бывает так, что мы видим человека, да, красивым-красивым, ой, какой красивый человек, вообще все, не обязательно это, конечно, жених и невеста, можете, друзья и подруги, и просто какие-то, ну, часто бывает и в семье так, знаете, а потом вдруг мы разочаровываемся в человеке, понимаете, все, обман, караул, все, развод по-итальянски, все, понимаете, почему, потому что человек не готов бороться за любовь, не готов бороться за дружбу, не готов, понимаете, трудиться внутренне, он потребитель, он ждет, что все должно быть вот так, как он себе представляет, а такого не бывает, и когда человек терпит, вот одна сестра мне там говорила, что она вышла замуж, неважно это кто, вроде все хорошо, счастливо, потом муж запевает, гуляет, были на то причины, конечно, буду в прошлом, да, все, но потом, понимаете, слава Богу, я говорю, ты терпи и молись, все будет хорошо, и действительно, человек, ну, есть прошлое у человека, оно никуда не уйдет, и, говорит, надо, и потом человек все-таки приходит опять сознательно к Богу, ну, это строило слезы и страдания, и сейчас человек уже счастливый, говорит, слава Богу, я говорю, вот так, надо все-таки потерпеть, надо все-таки смириться, надо все-таки не строить каких-то, понимаете, планы, что все будет легко, а надо бороться, и мы должны бороться, и за своих ближних, и за дальних, и за себя, понимаете, не быть потребителями, не быть какими-то, понимаете, людьми, которые при первом каком-то испытании убегают и прячутся от самих себя даже, поэтому очень важно нам дальше, как бы сказать, бороться, а борьба идет, и наша маленькая молитва, там, келейная, церковная, да, она важна для этого мира, для всего мира, мы же видим, в каком состоянии сейчас находится весь, мир, понимаете, он открывается все это, понимаете, что кто-то управляет, кто-то там, понимаете, какие-то вирусы в лабораториях делают, потом их пускают, потом люди, как бы сказать, начинают болеть, страдать, мучиться, и понимаете, вот, а как человеку, который живет без Бога, без веры, да, вот как ему жить, это же ужасно, понимаете, потому что на что опереться, слушать, что там, какие басни рассказывают по телевизору, это басни, понимаете, это же все это куплено, все это, понимаете, настроено на какую-то, кто даст указание, чтобы, это же, это же борьба, чтобы людей, понимаете, вообще окончательно сломать, поэтому, конечно же, христианин, он думает, и он спрашивает у Бога, христианин, это тот, у кого есть прямая связь со Христом, понимаете, и Христос ему отвечает, и поэтому христианин для мира не, он враг для этого мира, да, христианин этот мир не принимает, потому что у него царь на небе, царь Христос у него, понимаете, и все, весь закон, все пророки сводятся к тому, что возлюби Бога и ближнего своего, а все эти законы, которые принимает этот мир, который может маскироваться под каким, в каких угодно масках, это все, понимаете, временно, это все неправда для Бога, что высоко для этого мира, бывает мерзость для Бога, мы это читаем, все в Евангелии есть, святые отцы о том, что мы сейчас проживаем, все это написали, понимаете, все это написано, я помню, в конце 70-х годов, когда я пришел к вере, в начале 80-х, у нас были книжки, я читаю, думаю, как такое может быть, неправда, я вообще помню, говорил, ну как это может Советский Союз развалиться, вот все, что сейчас произошло, я это читал, я говорю, ну это кто-то там, понимаете, с какого-то, а сейчас видим, что да, все это происходит, и то, что сейчас, вот с этим, с коронавирусом, все это было написано, понимаете, что это будет, что будут люди, да, запуганы, что будут люди, понимаете, что отступят, да, кто-то отступит, да, и каждый будет иметь личную ответственность, куда он идет, за кем он идет, понимаете, а враг будет делать все, чтобы соблазнить человека, чтобы человек поколебался в вере, чтобы человек пошел за этим миром, и это, к сожалению, сейчас мы видим, да, поэтому, конечно, хотелось бы укрепляться в вере, укрепляться в любви Божией, но ты слаб, и вот люди говорят, вот я лежал под маской, да, в реанимации, и тогда я уже думал, и тогда у меня было, понимаете, другое отношение, но сейчас я выздоровел, и я меняюсь опять не в лучшую сторону, не в лучшую, и я опять возвращаюсь туда, где был, это, это человеческая природа, это человеческая немощь, я говорю, что надо, чтобы все время гром гремел, и молнии сверкали, но человек и к этому привыкнет, и перестанет креститься, скажет, ай, ладно, проживем, у нас такая природа человека, понимаете, он все забывает, он все превращает в какую-то повседневную рутину, и поэтому, чтобы жить вот так вот все время, каждый день, встречать Бога, да, нам нужно очень серьезно молиться, да, утром, в течение дня, нам нужно связь через таинство Христовой любви, нам нужно постоянно бодрствовать, потому что как только мы отвлеклись, как только мы засмотрели что-то, как только мы о чем-то замечтали, не в том, что надо, как только что-то у нас, понимаете, перевернулось, мы сразу теряем Бога, и сразу мы идем совершенно не туда, говорим совершенно не то, делаем совершенно ненужные для нас вещи, и это тоже для нас болезненно. Хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы какое-то постоянство, какая-то уже стабильность внутренняя уже пришла, какая-то уже, понимаете, устойчивость появилась, чтобы мы чувствовали постоянную опору в Боге. «Скажи мне, Господи, путь, и пойду к Тебе, взяв душу мою». А так, конечно же, мы понимаем, что самое страшное, что может быть в нашей жизни, это потерять связь с Богом. Это остаться в одиночестве, в греховном одиночестве, когда ты прячешься и от самого себя, и от своих ближних. Самое страшное, понимаете? Самое страшное. Нам нужно все время себя и своих ближних как-то подбадривать, да, подбадривать, да, как-то, понимаете, быть на грани, жить на грани, все время на грани надежды и отчаяния. Потому что самонадеянность – это плохо, отчаяние – это очень плохо. И вот на грани, понимаете, да, я ничего не могу, я не самый последний, но есть Христос, и с Богом я могу все. Все могу, а укрепляющий меня Иисус. Но это трудно сохранять вот этот путь, средний путь, трудно сохранять вот это такое постоянное внутреннее бодрствование, понимание того, что происходит в моей жизни. И я скатываюсь. То я надеюсь сам на себя, уже у меня все получается, то вдруг раз, это сменяется, и все, мне конец, я уже все, погибаю, все, тону. Ну, Господи, хорошо, если я скажу, спаси меня, найду себе силы эти сказать, а вдруг я не скажу, и утону в море житейских попечений, во всей этой суете, во всех этих своих каких-то разборках, делах, которым никогда не будет конца. Всегда они будут. Но надо смотреть, искать главное. Ищите Царство Небесное, все приложится. А если я не ищу главного, если я действительно заостряюсь, вот это, это, этот мне что-то сказал, это что-то подумал, тут что-то мне не так, как мне хотелось бы. Понимаете, все, этот ком растет, и он придавливает человека к земле, закрывает от человека Бога. Поэтому, конечно, хотелось бы трезвости, бодрости, мудрости, терпения, смирения. И все это, конечно же, нужно не терять. И напоминать себе. Да, вот мне кажется так, я вижу вот такую картину сегодня. А как видит Бог, да? А вот как, а что Бог хочет сегодня, да? Что Бог хочет, вот я встречаю человека, да, и начинаю болтать, да, лишнее, да, осуждать, начинают прознословить, да. А что Бог, как Бог на меня в этом смотрит, в этом состоянии, да, понимаете? Как? Поэтому не только монахи, но все люди должны постоянно иметь память в Боге, да. И как только эта память ослабляется, как только теряется связь с Богом, мы, к сожалению, начинаем жить греховно. Греховная жизнь, да. И это уже такой переход, что мы уже раз и все, и ты уже где-то оказываешься непонятно где, понимаете? Вот такая вот внутренняя борьба, она, внутренняя невидимая брань, она, конечно, будет, наверное, наверняка до последней минуты нашей жизни. До последней, понимаете? Сколько этой жизни еще будет, понимаете, мы не знаем. Мы не знаем. Но вот кто мог вообще предположить, что вдруг в одночасье, вдруг все так изменится, да, в жизни? Кто мог это сказать? Никто. Понимаете? И что будет завтра, мы тоже не знаем. Но если у нас есть доверие к Богу, если мы знаем, что Бог, Христос вчера, сегодня и завтра один и тот же, Дух Святой один и тот же, и врата Адова не одолеют храма, и что Бог сказал, я буду с вами до скончания века, не оставлю вас сирых. То надо на этом строить наша жизнь, наши планы, наше спасение. Ну а дальше уже все стараться, понимаете, не быть все время двоечниками, а все-то уж что-то усваивать, что-то, понимаете, что-то понимать. Потому что сегодня, конечно же, очень страшно за молодежь, очень страшно, знаете, что происходит. Дети не хотят уже учиться, понимаете? Вот эти учебы, вот все это, вот знаете, через компьютер, все, это же уродство, да, души, да? Нету живых глаз, нету общения с учителями, нету, понимаете, какого-то класса нормального, да? Даже выпускники, сейчас я видел, что там они, понимаете, в костюмах, все и так, на расстоянии. Это же страшно, понимаете, это калечится психика, вот, наверное, больше всего пострадает от всего этого, да, эпидемии. Психика человека, она нарушается. И я не представляю, как вот люди же в России живут неделю, два, три, три недели, да, без, вообще, в замкнутом, это же не то, что у них коттеджи, да? Ну, там, двухкомнатная, там, ну, трехкомнатная квартира, да? И человек ничего не делает, понимаете? И что потом? Я представляю, что происходит, понимаете? Склонные люди к выпивке начинают, наверное, пить. Те люди, где в семье были проблемы, начинаются, понимаете, это же, понимаете, какой масштаб вообще вот этой трагедии, что сейчас происходит? Даже трудно себе представить, понимаете, для чего это и кто это сделал. Поэтому, конечно, для нас важно, важно быть вместе, важно, чтобы мы были рядом друг с другом. И нам не нужны расстояния, когда мы какие-то два метра, понимаете, но это какой-то маразм. Это маразм какой-то вообще. Ничто не спасет человека, если у него нет веры, если он живет без Бога. Он обречен. А у нас с вами есть шанс победить этот мир, победить врага нашего и свой грех, личный грех. Потому что мы живем в храме. А храм – это есть лечебница. Ты пришел куда? В храм, в больницу, лечиться, во здравие души и тела, понимаете, а не то, что здесь. Да. И это важно. Очень важно, дорогие мои. Поэтому надо укрепляться, надо дальше смотреть вперед, верой и надеждой, и не бояться, не жалеть себя, а трудиться в меру своих сил. Очень важно, опять же, я говорю, рассуждение. Бог же не скрывает от нас ничего. Бог нам все дает, понимаете. Только если мы спрашиваем, а если нам это не надо, ну, а как мы это, как нас что, заставлять гнать куда-то? Нет. Надо действительно приобретать уже какое-то внутреннее такое познание воли Божьей. И, конечно, в этом познании, в этом ориентиром может служить, ну, должно служить наше сердце, как компас, понимаете. «Сердце чисто, созижди во мне Божий, дух права, обнови во утробе моей». Как только теряется мир, как только теряется благодать Божия, человек уже, вокруг человека никто не спасется, да, если будет внутри мир, то тысячи спасутся. Как только в человеке появляется грех, он сразу становится переносчиком этого греха, понимаете. Ведь есть болезни телесные, а есть духовные. Как только в нас идет эта обида, осуждение, нас дьявол сразу берет на крючок, и мы где-то скажем, а вот видите, вот они такие, а вот видите, а это все уже, понимаете, передается дальше. Инфекция идет дальше. И нам очень важно сказать, нет, у меня вот сестра говорит вчера, ну, я вот сижу, ну, неправильно говоря, ну, не могу сказать, замолчи и уйти не могу. Я говорю, так вы же грех совершать, вы участвуете в осуждении, вы сами заражаетесь. И человеку не можете сказать, что молчи, дура, нормальное слово, нормальное слово, потому что дура, потому что говорит ерунду, чушь, понимаете. А так все, знаете, мы такие хорошенькие, мы не хотим ни с кем портить отношения, мы не хотим никого. Он говорит, ну, это ж неправильно, ну, зачем это? Ты не будешь всем хорошим, никогда. И кто-то будет обижаться все равно. К сожалению, я на себе сейчас уже это испытал, потому что есть люди, которым ты много лет помогал, старался помочь, по крайней мере. А потом эти люди вдруг на тебя начинают что-то непонятно из-за чего. Ну, наверное, так устроен этот мир, и надо принимать это все. Наверное, так и есть. Поэтому мы должны опять же, вот мне кажется, что даже если мы что-то делали кому-то хорошее, да, вот, в каких-то отношениях наших, и нас вдруг предали, нас вдруг, понимаете, обманули, нас вдруг оттолкнули, нам нужно не жалеть о том хорошем, что мы хотели делать или делали для нашего ближнего, иначе мы проиграли. Ну что ж, понимаете, у нас пример, опять же, Христос. Он пришел спасти человека, а люди распни-распни. Он пришел, чтобы человека вывести из этого греховного мира и открыть ему новый мир, а они хотят его сделать земным царем, своим царем, да, ему это не надо, понимаете. Он для другого пришел. Поэтому, конечно же, мы должны думать, мы должны дальше смотреть вперед и верить, что мы обязательно победим нашу смерть, что мы не умрем, что мы будем жить с вами вечно. Ну, а мертвые пускай хоронят своих мертвецов. Поэтому дай Бог, чтобы мы опять начали полноценно трудиться. Слава Богу, богослужения у нас продолжались все время. И наши отцы молились. Не все, конечно, потому что кто-то был в изоляции, кто-то исчез. Но это все, понимаете. Но, слава Богу, какой-то дух был и есть. И мы надеемся, что с Божьей помощью мы ничего не потеряем, а приобретем, наверное, тот духовный опыт, который необходим нам будет в дальнейшей нашей борьбе за Христа. Потому что так это просто ничего не бывает. Понимаете? Так просто ничего не бывает. Дай кровь, прими дух. Хочешь идти за Христом, знай, что мир тебе по головке гладить не будет. Но, познав Бога, встретив на этой земле Бога, наверное, жить без Него уже человек не может. Ну и хотелось бы нам с вами все-таки жить со Христом. И уйти из этого мира ко Христу, победить свое «я», свои какие-то человеческие немощи, которых очень-очень много. Но любви Божией гораздо больше. Понимаете? «В бездне грехом не валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю в бездну, отли, Божие, возведи меня». Да. Надеемся, надеемся. Потому что наша молитва сегодня в храме, да, храмовая молитва и домашняя молитва очень нужна вообще в этом мире за людей, которые колеблются, которые смущаются, которые боятся. Люди вот так и пишут, но я отвечаю там на вопросы, боятся. Что мне делать? А я боюсь. Ну, я говорю, если боишься, то, наверное, не надо идти тогда в храм. Надо справиться со страхом. Надо думать вообще, как ты, боишься или ты не боишься? Чего ты боишься? А вдруг я заболею? А вдруг не заболеешь? Понимаете, вот такой вот момент, это... А когда скажут, что в храм нельзя ходить, потому что убьют? И будут стоять люди с винтовкой, да? И будут убивать. Пойдешь ты в храм или нет? Конечно, тут вот как вопрос, понимаете? Вопрос-то стоит, вот в чем. Скажут, не надо, нельзя. Ты переносчик инфекции. Ты, понимаете, ты опасен для этого мира. И действительно опасен. И тебя нужно вообще изолировать. Потому что ты человек больной. И действительно, для этого греховного мира христианин – это больной человек. Потому что у него другие ценности, другие законы. Другая цель в этом жизни. Понимаете? И ему, и этому миру такой человек не нужен. Сколько в истории нашей церкви было гонений, сколько было, понимаете, моментов исторических, когда пытались расправиться физически, или какими-то какими-то ересями с церкви, чтобы людей заразить неправильным мучением. Но люди стояли, не только боролись, но и умирали за Христа. И это для нас очень большая, понимаете, опора. именно мученики, именно те исповедники, благодаря которым мы сегодня можем быть в храме и жить с Богом. Может быть, нерадиво, может быть, не так, как бы хотелось, но мы сегодня без Бога уже жить, наверное, не можем. Поэтому так важно для нас, чтобы мы поборолись за нашу церковь, каждый чувствовали ответственность за свою жизнь и дальше, не жалея себя, несли каждый свой маленький крестик, но он для нас иногда кажется очень и очень тяжелым, даже неподъемным. Но это только кажется. А Господь говорит, «Я здесь рядом всегда», и поддерживает, и поднимает. И как бы ни было нам тяжело, мы должны все-таки благодарить Бога за все. За все должны благодарить Бога. И за скорбь, даже не только за радость. Поэтому, видите, теоретически мы можем с вами рассуждать, наверное, правильно, но как о теории и перейти к практике, это уже дело другое. Вот у нас много, знаете, много очень таких идей, много очень каких-то проектов, но чтобы это все воплотить в жизнь, нужен реальный человек, нужна реальная ответственность и нужен реальный какой-то труд. Иначе это все пустая болтовня. Понимаете? Как в фильме «12» у Михалкова по три недели, поговорили, разошлись, и все осталось, как было и прежнее. А вот нам нужно меняться. И вот это для нас очень самое важное. Поменять свое мышление, свое понимание, подчинить свои желания, свои чувства, свои мысли. главной цели ищите Царство Небесное, а все остальное приложится вам. Так что, дорогие мои, будем трудиться дальше. Будем трудиться дальше.